так давайте смотрите получилось чистила но я бы не сказал что разъела сильно надо будет пилить вероятно не вверх и там еще там есть болты тоже выловите версии очень много все непременно замаскированы под заводское намерение и кажутся реальностью своих фантазиях художники разбредаются по разным направлениям те кто исповедует преклонение перед классик и рисуют двудверные версии в привычных пропорциях с подчеркнутым акцентом на большой кузов пошло это отвернул на ней датчики повредился ну сейчас резать придется трос иначе мне его не снять здесь понятно да там тоже сгнил так трос короче трос сгнил вот там вдали поэтому я буду его резать у меня есть еще один наверное так потому что я этот не выверну я помню как я нагревал тут режется на куски посередине вот правда здесь из-за этого насечка образуется то что круг надо конечно поменьше круг брать тогда не будет насечек купить вообще маленький с маленьким кругом такую короче ну или пилить есть еще у меня пилка но я не смог найти по металлу так что быстрее пилиться вырезается кусок выламывается выбивается это выбивается это для убивания использую вот этот ненужный аудюшный эти спас крепежи потому что и потом трудно отцентровать под направляйте сейчас надо выкрутить вот этот его уже горячим ключом не выкрутишь и видимо в комплекте должен быть мне так кажется при замене если не придется ехать покупать и вынимать все вот эти хозяйства поскольку они заклинившие что это вероятнее всего и вот это тоже надо на явно заклинившие состояние то есть вот они заклинившие ну и сгнившие понятно что сейчас надо выбивать будет выдавливать процесс все вот как-то так из форма черел одну отвертку превратил ее в долотов такое сожалению пришлось этот выкрутил головкой на 11 и вышла вот она вот головки к сожалению не знаю на 7 у меня по моему такой нет это помойку а эти надо выдирать выбивать поштучно и вот это тоже надо нагревать час ломать выломать выбил теперь эти надо выжечь ну нагревал основном это помогло ну как всегда опять удачи все вычистил пока осталось себе ну понятно с помощью немножко вы дышки немножко до разогрел сначала выдолкал отсюда кусочек этого а потом попробовал отверткой оттуда ну вообще конечно помог вот этот ключ фитовский так дальше у меня остается до чистоты выдрать вот этот клапанок штуцер сначала надо выдавить вот эти все нафиг отсюда все пошел снимать так ребята у нас проблемка вот это вот не выдавливается я начал давить она вообще не двигается сейчас я попробую но если она что скорее всего она прожарила я прям чувствую вот она видите коррозия то есть ей хана это надо срезать и увидеть масштабы пиздеца но я думаю что скорее всего этот суппорт тоже полетит помойку 100 скорее всего ну что давайте не будем мучиться того что я уже но начал гнуться еще неизвестно как он погнулся поэтому выкидываем он кстати закинул пить пена сразу пошла так так ну вот мне приходится сейчас как раз заниматься тем что снимает другой машины которые лучше немножко расстояние чем мы это вот отсюда видите но здесь явно лучше так что будет выкупать кантой комплект до суппортов может быть новые покупать там мужик уехать посмотрим но смысл в том что ведь даже направляйки сгнили окончательно я направляйки выбила вот эту вот часть она должна ходить она там то есть если коррозия попала под эту штуку то суппорт у хана то есть его помойку его даже нельзя использовать повторно так ребят ну вот все заново заново разбирать снял следующий ладно готов колпачок целый надо с ним попробовать его открутить а выпал и я выпил но более-менее последний зуб давайте снимем колодку мешается есть дохая колодка вообще узенькая пойдет я вы чувствуешь как пытается и вперед есть 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 но все и чистить а выдавливать окно все готово все счистил в ему осталось только почистить просто чисто для приличия щеткой да и мазать можно отмочить попробовать хотели не поможет нихера убрал я в итоге трос сейчас второй трос буду ставить вот и мне нужно будет потом уже менять центральный он конечно еще живой но я не хочу заниматься оживлением резьб так так что сейчас я подалью немножко жидкости обработаю там гниль но смотрите как хорошо выглядит плохо бликует маленько но очень неплохо все это выглядит все было отмечать я так и не смог все изрезал давайте попробуем рвануть я вот самое полезное что нужно сделать чтобы можно было скрутить тут и тут эти чтобы убрать все дерьмо так ну и мои капельки волшебные очень удобно это все смазывать они как раз проникают хорошо и проникают внутрь можно попробовать кстати сумели сорвать раз уж у меня дело у меня есть этот так какой есть размер здесь наверно 19 меню все верно 19 пробуем интересно оторвет не знаю максимум не максимум попробуем ага мощно зафиксировать да ребят здесь вообще какая-то хрень даже не представляю что это сгнившие шпилька вообще пипец чем держится не боишься отменять надо но здесь кто-то что-то пытался видите тут что-то вообще происходило странное с этим то есть я даже не могу понять что было со стабилизатором это покрашенный стабилизатор или коррозия проникла под какую-то непонятное покрытие покрытие было ли или нет похоже на краску поверх вот этого всего да здесь вообще какая-то странная коррозия вот здесь просто там какие-то куски как будто действительно машина сидела по шопу в гейвилле все в очень жутком состоянии видеть краска не краска покрыта вот коррозии толстыми слоями все отлетает кусками здесь кто-то запиливался вот след запила сюда перели какой-то идиот резал не по кайке до металла ну ладно это не криминал не знаю даже короче все выглядит очень очень печально да и я даже не представляю меня уже мысли что браться переставлять скорее всего будут представлять уже крюк ну вот я вижу как сильно все здесь изношено изношено коррозия то есть здесь машина такое ощущение что ее подняли с морского дна вот такое меня ощущение конечно реальный или и восстановить сто процентов не рентабельно да то есть дело о рентабельности не идет я делаю для контента если вам это интересно я буду продолжать делать это хотя не знаю может быть будут продолжать делать потому что самому интересно любопытно да ну вот но многие вещи есть придется менять я очень смотрю на узел на это да и понимаю что здесь конечно надо браться надо браться сносить все эти и даже у меня возникает уже желание вот эту уже все демонтировать видите хотя она в принципе неплохо по моему это сасиковская ну возможно то есть демонтировать мыс здесь раз мне так хорошо откручивает все это хозяйство то есть возможно имеет смысл сразу махнуть но сразу махнуть так она рабочая то есть ничего с ней нет рабочие поэтому надо ли не знаю то есть здесь проблема основная будет что есть потом трубку пойдет тормозная а сейчас ее еще ее нету то есть можно подокручивать учитывая не знаю не знаю потому что вот этим надо заниматься вот это важнее будет ну вот ну вот он пошли пока делать все эти кронштейн суппорта непонятно это мне по-моему есть по-моему он мне их дал с собой вот вот странно ну гайки то я поменяю вот они которые он купил интересно что это макс гир даже не знаю что и сказать может быть имеет смысл сейчас махнуть но они уже вот вот это макс гир вот как так вот это удобно захватиться можно когда здесь нет ничего ведь здесь гайки тоже нет вот та самая тяга которая выставляет ход развал чья нас уже не понятно что моя мари может быть покороче тот еще кадр владелец покупает какие-то но не ему но я-то экспериментирую я-то своими руками их меняю а здесь я просто даже не знаю но и вот это макс гирту а вот это макс гир что-то прям меня поручает ну ладно посмотрим вы помните я остановился на том что пытался отпилить эту гайку да вот от этого вот от этой тяги у меня проблема возникла с тем что мне нет регулировочных и я не знаю чем не делать давайте попробую отметку какой-то ввести мне нужно как-то отметить и 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 так отметил смотрите отметил царапинка 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 чтобы поставить так же так очки как бы это засунуть блин она очень широкая у удалось открутить и вот он вышел из вот этой вот херни все затевалась трубка видите трубка сломана я выгружаю выгружать а судя по покраске все таки это похоже именно стальная оригиналь заводская трубка так а вот удалось все снять удалось кронштейн правда не очень хорошем состоянии и вот к сожалению его только выбивать если вот этот зажим гляньте вот этого не да вот этого не должно быть вот видите вообще лучше бы ставить новый только надо крутить или отрезать но ребят все-таки лучше оказалось с электрическим подлезть с ним хотя бы подлезть можно здесь конечно жопа большая с этими ведь длиннющие так что притащил электрическую я будем резать да я заказал новые болты так что буду их пилить попробуем здесь режет отлично но на морду мне а так не подрезал так не ложится взлетела не в морду а уж так 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 давайте пилить меня есть пила баш пилой подвезу не знаю подвезли подвезли пиздец просто если честно ну там подвезла неудобно держать ладно не знаю неудобно заебался и давай не видите я пилю вот отсюда вот здесь не вижу сколько еще тут пилить просто пилю вслепую буквально что-то пилится мне кажется там какой-то просветик есть тут фильм дальше пилил просто этим отогнул и отпилил теперь каким-то образом все это отбить надо ты есть вот принимаем ну тяги понятно что им уже много лет и они конечно не жильцы не знаю чья не уже трудно определить даже ну короче понятно откладываем да тут вообще и вот надо теперь выбить выбить болтик но сейчас выбим так но отметка видно вот так мы его и будем выставлять вот так перепели вы допилкой тут я мало треть всего лишь напилил вот следы от пилки ведь так оставляем это дело пальцы пока у нас нет переделываем трубку тащим ставим все вот это на место идем короче сейчас подготавливать держатель да и перебирать с порта кстати говоря уже выглядит видите не фонтан плохо очень видно тоже он будет вынимать и весь рычаг вынимать пружину вынимать отсоединять да и менять было бы неплохо конечно во всех них поменять соленблоки да здесь нет вам соленблок здесь он есть то есть надо еще этим будет сниматься так сейчас это закручивание а это откручивание ну чё ребят кайф супер сейчас я заменю на нормальную да сейчас мы завернем поставим обратно нормальную уже гайку с фиксатором не где-то было я пойду поищу хотя нет здесь другая гайка здесь гайка обычно без фиксатора короче завернул я со смазкой опять с ну и не сильно затянул открутиться открутилась ребята плохо то что я у меня нет таких баек надо будет заказывать гайки много их таких как надо с бортиком это у нас надо будет померить по моему сколько 12 наверное да кайка что это хе-хе-хе отлично хе-хе хе 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 это такая же макс гир опа давайте попробуем здесь тоже так и 17 18 17 17 15 а вот там просто этот застрял болтик удобно выдерживать здесь удобно оказалось эти удобно все разлетается просто кусками все шик выбиваем все это хозяйство раз не знаю мне кажется они вполне себе еще живые эти стойки но можно поменять потому что они все равно демонтировали кронштейны кронштейны на в обработку какие смог снять потом поставим все эти кронштейны и надо выбить чем-то таким болтом об так ну не знаю чей так выглядит как но не им непонятно что это ну он как бы живой он не мертвый но я уже поменяю потому что у меня есть но у нас собой было на замену все пошли приводить все в порядок искать гайки я не знаю они очень похожи очень похожи очень прям родственники прямо родственники вот бывшая вот новая у ребят присутствие некоторых повреждений видите запиливался кто-то сюда аж ну вот как так ребят ну вот реально все разбери снимай себе ну приятель сразу видно здесь он тоже менял то есть вот это это видимо новая была вот такие вот кто-то рода так делают мне вот этот узел бы конечно демонтировать бы выбить муж попробовать это уже открутилась это тоже открутиться легко может быть может быть принес гайки гаечки тут 12 и наверно 10 мне так кажется наверно все таки десятая не на не 8 хотя вот это больше похоже на 14 слушать надеюсь у меня гайки есть еще проверим очень-очень-очень большая разница ладно пошли делать дела это потом прикрутим потому что нечего протравливать так я сейчас думаю щеточкой мы это почти по трем вот это вот уже вынимаем я уже тер ее щеточкой как-то и не сильно есть помогает перевернем может там плавает стать что-то плавает эта хрень с которой нужно болт вынуть что-то его там заклинило ржа я помню все убивать но это собирать так это потереть час ну вот почистил от мопа от мопа вы и высковылил вычистил более-менее так сейчас будем покрывать снова ну короче красим ну давайте надо будет сейчас прочистить немножко и вот комплект вперед у меня смазка здесь у меня еще вот такая правда ее мало уже надо купить вот уплотнителя нужно будет ставить сюда-сюда это замена вот этого пальца его выковырить целой эпопеи нет вот это проще запихать со смазкой короче будем делать так я поменял отрезал ножом выдернул отверткой выдавил а это заново запихал так сейчас будем уже использовать ну наверно ту смазку специально купил взамен украденных у меня были такие но меня их украли много лет назад еще пользовался и у меня их украли почему потому что тут удобно и поехали опа затолкнулся идеально просто идеально сейчас подровняем немножко здесь еще вот это место не удобно но стоит идеально стоит все отлично теперь мы их в одну в другую сторону выталкиваем смазки совсем немного надо внутрь это у нас та сторона левая сейчас сдвигаем резинки да и здесь сажаем вот такую вот сейчас не идете не идете не идете сейчас сейчас есть по-моему по-моему одна запрыгнула с одной стороны есть есть и поправим есть это одна сторона так теперь у нас с другой стороны чтобы тоже резинку не порвать мы ее сдвигаем сдвигаем ребят вот это все стоит 200 крон это 8 долларов то есть можно поменять комплект сразу как купил я не думаю что это так часто понадобится да что это потребуется делать часто потому что ну то есть как бы они корродируют именно от состояния если вы ездите постоянно на машине и она у вас служит то ее очень трудно неудачно загнобить 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 так сейчас вносите минусочку так вернем и прыгнул черт надо что то такое с чем заталкивать пальцами не очень удобно 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 но иногда можно сейчас подождите повернем над чем то все закидать опять спрыгнула тут запрыгнул то хорошо а вот тут есть запрыгнула вот в чем смысл вот новенький ходит вот так видите легко теперь сюда сейчас мы сделаем по-другому сейчас еще больше намажу не там не в основании а самый кончик чтобы резинка не скребла вот здесь самый кончик так и поехали снова опять начала выталкивать о вошло 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 так теперь отправляем взад ну сейчас выталкиваем его я думаю сейчас также выталкиваем с этой стороны удобно оказалось удобно ну вот она легко ходит внутри но надо поправить чтобы резинка заходила вот сюда до этого бортика сейчас нужно принести маленькую тоненькую отвертку где-то она была так тоненькая поддеваем главное не проткнуть и поехали есть 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 все вот так вот должно выглядеть видите вот так все теперь она ходит тут и сюда и его не заклинит готов то что я вижу у меня не хватает маленького этого придется старый ставить здесь не было в комплекте и заворачиваем резиночка есть все на месте так так тут маленький 7 аж ключик 7 представляете все ну вот готово один готов приступаем ко второму ко второму ко второму этот сразу отнесу на место на ту сторону чтобы не перепутать то есть он вот так должен стоять это левая сторона сейчас приступаю к правой стороне ну а этот оставляем так откладываем новый комплект новый этот новый комплект новый суппорт все пока не снимаю вы видите готовый результат да это тоже почти готов как вы видите да так ну вот что мне нравится здесь вот она ходит так должно быть а вот здесь у меня проблемки буду выталкивать по его очищать как то вот так пропускал сейчас не знаю удастся ли еще там где то о так лучше вот он силикон смотрите легко вот вам и смазка у второй та же самая проблема не двигается чуть-чуть кстати чуть-чуть двигается но все равно буду вынимать смотреть так сейчас мы попробуем я нашел немножко силикона мы попробуем сейчас силиконовой смазкой туда так вот они новые пальцы так давайте попробуем так силикончик так задвинул пум 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 есть задвинул теперь давайте попробуем силиконов вроде идет ребят достаточно хорошо идет есть да вот так оно должно ходить все окей ребят действительно хорошо на этом на этой смазке вот 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 теперь она ходит теперь она ходит видите пальцами вот это ходит здесь я оставляю эти керамические готов это мне то что сейчас надо на ту сторону пойдем вставить там держаться не за что здесь два крепления есть так ну вот я заменил уже поставил затянул все кронштейн тоже на месте все держится вот кронштейн торчит все стоит на месте все затянуто свежими полотами гайками в смысле ну в принципе тоже удобно хвататься здесь в принципе удобно когда здесь нет ничего видите оказалось вот здесь на шейке шестнадцатом ключом держишься и закручиваешь так я забыл положить на место вот эту вот шайбу она должна быть здесь стоять забыл сейчас сниму поставлю так короче я буду сейчас снимать потом электропроводку буду снимать переставлю на другую машину что-то мне тут запепел какой-то так как вы видите в принципе можно прям снять вместе с крюком не знаю правда точно как неплохо получилось покрасить коррозия минимальная и сама вообще есть коррозия по-моему не коррозия по-моему это грязь дальше то есть нужно вот сейчас будет демонтировать это не сложно это не сложно второго крепления нет а вот там придется снимать глушитель чтобы ко второму креплению подобраться все приступаю так снял теперь осталось снять кронштейн и можно тащить это дело в другой машине надо поставить на место только шильдик это настоящий крепеж а не самоделка вот нашлась ищем заклепочник и заклепки ищем у меня были думаю ни для кого не секрет что вот так вот выглядит заклепочка вытяжная она небольшого диаметра ставится сюда и вытягивается должен шильдик остаться возможно придется этот болт демонтировать ну посмотрим может быть подлезу сначала нужно наживить вот так чтоб потом не заблокировались вот и давайте тоненькая что-то толстая все давайте попробуем видите в чем хорошо вот готово не знаю снилось или нет но вот с помощью этой штуки получилось практически идеально ну немножко выступает ну что поделаешь так и было по заводу так ну чего смотрим куда это вот смотрела сюда на меня да сейчас мы это болтик вот он пришел нормальный да вот в принципе видно отметка вот она ребят ну приблизительно потому что потом все равно поедем здесь вот он вот так сейчас смазываем все это хозяйство опять графитка входит туда вот это сюда и потом прикручиваем уже через кронштейн кронштейн снять не удалось то я и снимал хотя стоило бы наверное да смотрите как он вращается он свободно еще посмотрим хотя может быть в принципе останусь промазать можно попробовать ну очень странно новый очень легко двигается как бы ушный не знаю взять другие у меня где то были вот что то набито лимфердер наверное блин не нравится мне с другой стороны выкидывать новые совершенно тоже не хочется не знаю что делать слушайте поставлю все таки макс гир не буду я это ставить так принес я макс гир то есть ну здесь я говорю просто пальцами даже не согнуть будем сейчас ставить пришли комплекты для завершения кола как считается сейчас попробуем правда я не могу понять что это за болты но это пижовские какие-то гайки здесь возможно подойдут может быть а может быть и нет тогда я что-то буду думать сейчас проверим давайте попробуем накрутиться да накручивается да эта гайка подходит все у меня есть гайка и шайба блин вот шайба и две шайбы каждая постольничка обошлась вот шайбы я считаю дороговато но просто когда уже комплект есть то есть знаете как она работает смотрите как она работает она вот такой формы здесь выемка пардон вот здесь и вот она входит вот так и они парой эксцентриком вращаются с вот этим эксцентриком сейчас поэтому будем крепить пошли так я все промазал все промазал буквально очень-очень плотненько о пошло так есть так давайте видите где у нас тут царапинка отметинка вот это что я проскочил это вот это замазанное похоже вот так теперь попасть бы надо отогнуть надо давайте сейчас закреплю наживлю чтобы не выключила давайте я вот oof а вот 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 ай it's just not stand почему так пардон ну да похоже так теперь нужно подогнуть чем бы трубой какой-то но это сильно он освободился он пальцами его особо не подвигаешь ведь вот так вот мы его и затолкали так есть 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 теперь гайка гайка с контовкой так попробуем 19 так так надо будет сейчас затянуть еще я затянулась насмерть я не смог затянуть больше вот шуруповертом прям сразу то есть мне осталось затянуть только вот только эту да и все то есть ставим затягиваем так сейчас оказалось что я вот затянул радовался но недолго видите забыл прикрепить кронштейн вот еще пять сек с помощью этого и теперь ставим все на место да он как-то там упирается вот вот так нацепляем обратно наживляем готова сейчас проверим все готово интересно что там франция да в хорошем состоянии шланг не может не радовать так все болтик стоит все идеально это стоит все стоит теперь пошел делать трубочку ну вот вот готово теперь можно ставить на место сейчас беру короче накидной 11 здесь по моему и вперед ну или 11 или 10 давайте смотрите как это все так и чуть-чуть вовремя так одиннадцатый давайте это подвист блин дождь идет сегодня так было бы неплохо зафиксировать со стороны там 14 есть затянута ну длинноватый получился вода видимо укорачивать когда повешу суппорт уже здесь будет висеть я подведу и сделаю короче завернул за вероятно вот так где-то приз короче чтобы остался либо просто уложу его крючочком кивить здесь выше надо так назад ставлю все это хозяйство следующее у меня вот фирмы с к в но это понятно написано польша но это китай с н это китай китайский производства но неплохое было я посмотрим но я думаю что скорее всего она такая же будет от паркой страны то есть мы сейчас будем ее ставить ставить сюда будем переходничок тот самый потом щиток потом колодки ну то есть как бы предстоит еще по ценить сюда где-то здесь будет стоять еще этот ручник ну короче сейчас приступаем вот так она выглядит ну честно говоря то лучше это склепанная сваренная вижу и не помню это была склепана или нет ну пойдет пойдет вошу сапали отверстия отверстия совпадают болт сейчас новое надо искать я не были у меня так что все тащим сюда так и на дышите вместе вот они два отверстия но нужно смазать есть даже забивать не надо опять есть вокруг все промажать да хреновенько держится но это связано с тем что они все-таки протравились уменьшились и вот это как вам нравится водопроводная труба короче новая вот старый буду чаще живая но вот это вот вот и вот здесь вот все мертвое поэтому надо снимать что-то туда где-то там идет и входит внутрь где-то там под щитком так вот здесь тоже видите откручен ли старый удалось сохранить посмотрите кстати вот это вот она неплохая она очень плотненькая и охуе двигается на не так легко как-то а плотно здесь люфтов нет который я выпилил старую а вот что вот там было хер его знает так вот такие мне пришли тормозные диски давайте посмотрим интересно ну чё очень неплохо прямо супер супер просто нулевые нулевые хорошие колодки и диски ну наверно китай скорее всего нанесено вот очень странное состояние у кончика коррозии очень сильно его того и на нем видно фиксатор резьбы красный у меня есть два болта хороших и сейчас ставлю вот так выглядит до ремонта до установки и вон трубка видите сейчас мы будем ставить и потом наживлять ставить трубку вероятно придется отрезать я поэтому принес вот инструмент вот он инструмент вот это странный какой-то болт но если не будет это я срежу просто этот кончик коррозию беру так что у меня нет других болтов вот инструмент для вальцовки все пошел делать что не может не радовать подвижность чего на старой смазки не было вообще тут я пальцами задвину так что мы дальше мы ставим сейчас суппорт теперь ставим трубку ну и крышку закрываем крышку выглядит вот так ну тут принципе пофиг у меня где-то были и новые но поставим и вот она ходит свободно вот так должно быть вот так пить вот идеально здесь оставил старую смазку керамическую а сюда поменял на силикон вообще было заклинившие сейчас работает идеально так давайте посмотрим где она вот здесь вот она я паси правильно рассчитал ну уйдет сюда сейчас мы еще поправим но он сейси и дней сядь ниже это идет вот ведь все вот посадится новые всегда лучше и со всей дури тоже затягивать не надо ребят просто прижать он прижимается пока идет вот все вот наконец держу ведь все так все готово для установки тормозных колодок все под закреплено трубка проведена вот такой вот у хозяина было валю тормозные колодки индия я их использовал уже их уже использовал они вполне нормальные вот такой комплект auto friend ну да если номер хотите его трудно найти этот номер вот такой комплект это пружинки вот эти вот видите пружинки комплект пальцы сюда новые сейчас будем все ставить на смазку смазка традиционная графитка будет и график и сейчас я вот смажу вот это все ну приступаю колодки это да все это и делается весьма элементарно и все заходит идеально до недель даже нет не очень идеально вот сюда но это неважно они должны свободно ходить да они должны свободно ходить так что ребят здесь ходит хорошо а вот здесь нет поэтому выдвигаем обратно так смазываем все места посадочные здесь 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 так обычная тряпку беру и вот пошел самое важное самое важное это вот эти вот штуки не наводится мне не наводится ну короче вот ее так и пальцы вот они и тут комплект дырка должно быть напротив видите и и вот и вот готов фиксатор а я идиот пружину забыл сейчас все это все это вынется не переживаем я все выну сейчас ножичек у меня продаверки здесь нет отверткой раньше пользовался попробуем так и так так есть и что-то я не дорассчитал не ребят наверно сюда за нее надо хотя нет все посмотрим так ребят все правильно ставится вот так одна сюда почему здесь здесь нельзя и зажать тоже здесь она прижимается к этому месту да а сюда как раз она отсюда отжимается то есть колодка прижимается сюда так что нельзя ее тоже ограничивать так что все правильно вставим вот так колодка задание и колодка между ними между этими сейчас нужно будет 2 тоже все смазываю сейчас минутку сейчас минутку подтолкнем подтолкнем пошел и теперь и теперь последнюю все готово чувство прекрасного моё нарушено было они оказались я нашел болты которые у меня просто были они же ржавые все очищены были от этого и вот что получается в льняное масло по-быстрому немножко не дали держал но уже чернеет ведь сразу практически в льняном масле но это может облезть и вот оставляем еще один и следующий так ну вон новые все старый диск и обработанный немножко от коррозии хоть для приличия 5 секунд не так долго надо брать оттуда колеса штатные и ставить сюда переставив резину может быть заднюю резину имеет смысл и поменять хотя она в принципе сезон ну лето точно доходит она в принципе нормальная передняя вообще идеальная вот так что вот так вот выглядит все это неплохо выглядит сейчас еще два болта на ту сторону у меня не хватает четырех болтов только там я уже поменял с левой стороны с правой и приехал набор для восстановления резьбы так ребят вот смотрите видите сломанный крепеж с ними не пройду и стыка его тоже придется менять придется демонтирует полностью он сгнил это из-за того что машина скорее всего вот этим вот колесом стояла вот так вот в воде вся жопа и прочее и вот поэтому здесь все видите здесь уже нет центральной вот он выкрашивается просто здесь повреждено все включая внутреннюю сторону это внутреннее заломлено и неудивительно все надо будет разбирать вот здесь кусок так что вероятно что я ближайшее время не поеду на нем так что делаем сейчас тормоза это чих-то уже проект для восстановления вы скажите что вы думаете по этому поводу по восстановлению таких машин ну я предполагаю что вы будете страшно ругаться и говорить что эта машина не стоит того я сам это знаю в принципе но мне ее жалко мне она понравилась